Развивать систему образования и внедрять новые технологии. Такие задачи на этот год поставили перед собой руководители школ в Кирово-Чепецке. Там прошло расширенное совещание подшефных школ Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» с участием представителей предприятия, городских властей и учебных заведений. Они подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на этот. Евгения Бакина знает больше. Изучение биологии вне школьного кабинета. На территории лицея города Кирово-Чепецка реализовали проект «Экологическая тропа. Зеленая линия». Ученики не по книжкам, а в реальности могут разглядеть уникальное растение. Восстановили теплицу, где ребята с учителями выращивают рассаду. Открылась в лицее и экологическая лаборатория с новейшим оборудованием. Лицей стал базовой площадкой по экологическому воспитанию учащихся города. Все это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству лицея с Кирово-Чепецким филиалом компании «Уралхим». Но это только начало, считает директор учебного заведения Галина Землякова. Впереди много планов. Например, реализовать IT-лабораторию. Лаборатория IT – это значит, что мы детей хотим учить углубленно программированию 3D, моделированию, протокопированию. То есть это современная учебная программа, которая должна быть внедрена в учебный процесс, чтобы ребенок вышел современным, грамотным. А в 4-й школе Кирово-Чепецка в планах усовершенствует информационно-образовательную среду. Там уже работает телевизионный кружок. Ребята создают ролики и даже видеофильмы. Директор школы Андрей Головин уверен, что сотрудничество позволит расширить возможности. Выпускать видеоролики, видефильмы, мультфильмы, тем самым участвовать в конкурсах на региональном уровне, может быть, и на всероссийских проводах. Углубленно изучать робототехнику, приобрести конструкторы, наборы. 10 директоров школ Кирово-Чепецка и директор Кировского кадетского корпуса на совещании подвели итоги за прошлый год. Кирово-Чепецкий филеокомпания «Уралхим» в рамках социального партнерства большое внимание уделяет сотрудничеству с образовательными учреждениями. Традицию эту мы, естественно, будем продолжать. Ежегодно мы на эти цели направляем около 5 миллионов рублей. В наших планах в 2019 году эта цифра около 5,2 миллионов рублей, то есть превышает 5 миллионов рублей. В прошлом году была проведена хорошая компания «Уралхимия», которая называется. В этом году мы сделаем сезон номер два. Наша основная задача с вами – это все-таки еще больше сделать систему образования города Кирово-Чепецка как конкурентноспособную, и не столько на уровне области, сколько на уровне Российской Федерации. Участники совещания рассказали о своих планах на 2019-е. Решение о поддержке заявленных проектов компании «Уралхим» будет принято после всестороннего изучения. Евгений Абакин, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича. «Уралхимия»